Всем привет! Томаты уже начинают созревать и в теплице, и в открытом грунте. И сегодня расскажу, как ускорить их созревание и сделать так, чтобы плоды были мясистыми и очень сладкими. В этом году многие огородники говорят, что плоды завязались, уже сформировались, висят большие, налитые, но не хотят созревать. Есть у меня такой способ, как ускорить их созревание. Во-первых, когда уже сформировались все кисти основные, но наверху еще небольшая завязь образовывается, можно обрезать практически всю листву. Можно обрезать листья как над кистью, так и под кистью. Оставляем листья после обрезки только на макушках, где томаты еще маленькие, где есть небольшая завязь, есть цветочки, там еще необходимо хорошее питание, поэтому листья оставляем. Остальную всю листву внизу, где уже висят большие сформировавшиеся плоды, спокойно можно обрезать. Обрезка листьев дает толчок для созревания плодов. Все соки двигаются по стеблю томатов и поступают к плодам. Томаты быстрее начинают созревать. Кроме того, плоды лучше освещаются солнцем, это также способствует созреванию и плоды больше набирают сладость. Но обрезается листво еще по одной причине. У нас стоит очень теплая и влажная погода, идут каждый день дожди. И если оставить листву, будет загущение, посадки будут плохо продуваться, плохо освещаться солнцем и может появиться фитофтора. Поэтому еще и по этой причине листву важно удалять. Если вы живете в более южных регионах, где стоит жара, засуха, то не спешите обрезать листву. Плоды могут просто испекаться на солнце. Лучше оставить плоды в затенении. У вас меньше риск развития той же фитофторы либо кладоспорезы. Потому что погода сухая, нет излишней влаги и томаты будут себя нормально чувствовать. Но в наших условиях, когда на улице высокая влажность, стопроцентная дожди, обрезка листьев очень помогает в сохранении урожая. В период созревания плодов можно увидеть, что на отдельных плодах появляются желтые плечики. Около плодоножки, где висят плоды, невызревшее такое желтое пятно. Плоды в этом случае менее вкусные, менее сладкие и по виду, конечно, не очень. Основная причина появления желтых плечиков и плохих вкусовых качеств плодов – это недостаток калия. Недостаток калия уже можно увидеть на более ранних стадиях. Если вы заметили, что по краю листа появился краевой ожог, лисия как бы подгоревшая – это и есть недостаток калия. Позже он проявляется и на плодах. Поэтому следите за подкормками. Каждые две недели подкармливайте томаты удобрениями с высоким содержанием калия. Это может быть монофосфат калия, либо сульфат калия. Одну столовую ложку удобрения на ведро воды и поливайте кустики. Если не хотите применять минеральное удобрение, применяйте древесную золу. Один стакан древесной золы растворите в 10 литрах воды и полейте кустики под корень. В этом случае томаты получат необходимый калий, и плоды будут более сахаристыми, более вкусными, сладкими. Также не забывайте про профилактику вершинной гнили. В период созревания урожая томаты потребляют просто огромное количество кальция, в несколько раз больше обычной нормы. Если томаты не будут получать в достатке кальций, то и появится вершинная гниль. Поэтому делайте периодически подкормку удобрениями с кальцием. Самый простой доступный способ – сделать ацетат кальций для подкормки. Один стакан древесной золы засыпьте в 10 литровое ведро пустое и погасите одним стаканом 9% уксуса. Затем залейте водой и по литру раствора под каждый кустик. Томаты получат необходимый кальций, и плоды не будут поражаться вершинной гнилью. У кого, например, нет древесной золы, можно применять специализированные удобрения. Сейчас в продаже они есть. Это антивершинка, например, та же. Это может быть кальциевая селитра. Их тоже можно применять для профилактики вершинной гнили. В период созревания также нужно позаботиться о здоровье томатов. Тем более, что у нас, как я и говорил, очень такая влажная, сырая погода, и уже начинается фитофтора. Если вы заметили, что на поле, на картофельном, появились черные пятна на листьях, началась фитофтора, то через несколько дней фитофтора появится и на томатах. Поэтому не забывайте делать профилактические обработки. Чем можно пользоваться? У меня есть вот такое средство. Называется «Растим овощи». В инструкции написано, что это средство нужно применять для корневых подкормок. То есть, делаем раствор и под корень поливаем. Улучшается и питание, и здоровье томатов. Эти простые меры мне позволяют собирать ранний и хороший урожай. Плоды всегда сочные, мясистые и сладкие. Сделайте так, и у вас также будет вкусно ранний урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!